Всем привет! Сейчас все больше популярность набирают разного типа топеры. Уже просто мастично и неинтересно, а вот топеры на основе пряников мало того, что интересно, да еще и очень вкусно. Сегодня я хотела бы показать вам, как делаю топеры я. Делаются они очень просто, тем более, что рецепт данного теста я уже давала, когда делала пряничный домик. Но для тех, кто постоянно спрашивает, повторюсь. Делать я буду медовые пряники. Можно сделать и не медовые, а сделать их, допустим, на патоке. Рецепт данного теста я оставлю в описании под видео, посмотрите, пожалуйста. Для этого рецепта можно использовать и мед, который уже засахарился, так как мы все равно будем его подогревать. К меду добавляем сахар сразу же и будем добавлять специи. Если вы будете делать пряники для диета, которые не совсем любят специи, специи можно не добавлять. Я в основном добавляю корицу и имбирь, но можно добавить и разные специи, типа мускатного ореха и прочих, которые, допустим, людям нравятся. Ставим и доводим эту массу практически до кипения, до появления пены. И в этот момент добавляем сюда соду. Мед у нас уже полностью с сахаром растворился. После добавления соды, если мед у вас натуральный и хороший, должна появиться очень такая пышная пена. Поэтому берите кастрюльку побольше. Это значит, что у нас соду гасит, как бы наш мед. И в этот момент мы выключаем уже плиту и добавляем сюда масло. Масло я беру охлажденное, именно для того, чтобы оно уже остудило нашу массу. Потому что мне не охота потом долго ждать, а хочу сразу уже приготовить свое тесто. Потому что мне в него нужно будет вводить яйцо и не нужно, чтобы оно сварилось. После того, как наша масса слегка подостыла, она должна быть менее 60 градусов, вводим сюда яйцо и быстренько-быстренько перемешиваем. Сразу же на этом этапе добавляю практически всю муку. Наверное, оставляю грамм 100 на подпыл. И, возможно, она мне вся не пригодится. Уже посмотрю по ходу. Мне нравится это тесто тем, что не нужно использовать 20 видов тарелок, посуды вымазывать. То есть я в той кастрюльке, в которой варю, в той и замешиваю и все. Пластичность вашего теста зависит от качества меда. Я заметила, что с разным медом тесто может быть более рыхлым или очень пластичным. Выкладываю тесто на стол, хорошенько припыляю его мукой и начинаю замес. Замешивать тесто нужно около 5 минут, для того, чтобы оно стало более пластичным. Вот такой вот комочек у меня получился. Он мягкий, приятный и безумно вкусно пахнет. Вот такая вот красота. У меня вся мука не ушла, у меня немножечко осталось. Может, грамм 30-40 у меня осталось, наверное, муки. Я не буду забивать тесто, а отправляю его упакованным в холодильник. Минимум на час-два. Лучше на ночь. Тесто можно вообще приготовить за пару суток. Оно прекрасно в холодильнике будет себя вести. Вы видите, оно стало в холодильнике намного плотнее. Для тех, кому нужно печь и катать довольно большие пряники, достаньте свое тесто за часок с холодильника, чтобы оно немножко подогрелось. Тогда его будет намного удобнее катать и разминать, чтобы у вас не уставали руки. Теперь можно уже будет вырезать наши прянички. Я, как и в предыдущих своих и в медовиках, и в спартаке, и прочем, показывала, что всегда медовые коржи катаю только через пакет. Не через пленку, а именно через пакет. Он не пристает абсолютно. Пряники буду выпекать на тефлоновом коврике. От него я просто без ума пеку только на нем. Раскатываю где-то 3-4 мм толщиной пряничек. Вот такие вот у меня вафельные картинки. Это самый простой дизайн, который можно использовать на топерах. Либо рисовать на них, либо приклеить вафельную картинку. Я обвела их просто на обычном листике бумаги. И по этому контуру уже буду вырезать свои пряники. Для того, чтобы не промаслить именно вафельную картинку. Произвольно, абсолютно. Можно, конечно, полностью по контуру делать. Но я делаю такие слегка с нахлёстом. Чтобы у меня немножечко получились прянички. Больше, чем сама картинка. Вырезаю такой пряничек, который мне понравится. Убираю лишнее. И подравниваю края. Такой дизайн очень прост. И реально, даже если вы абсолютно не кондитер. И просто хотите украсить ребенку торт. Можно найти, где заказать вафельную картинку. Сделать вот такие вот топеры. И ваш торт уже будет очень праздничным и красивым. Чересчур огромные пряники не делайте. Теперь нам нужно будет подравнять боковушки. Можно использовать либо вот такие вот какие-то инструменты. Либо просто пальчиком аккуратненько подравнять края. Для того, чтобы на них не было никаких трещинок. И были более плавные углы. Все-таки это должно выглядеть именно как пряничек. Красивый и аккуратный. Как бы пристукиваю слегка. Просто мне почему-то руками и пальчиком как-то быстрее это делается. И вот я чувствую тесто. Отправляю наше тесто в духовку минут на 8-10. Смотрю по нему в принципе. Сильно сухие пряники не люблю. И вот получаются у нас вот такие вот красивые прянички. После того, как пряничек мы достали из духовки, я его сразу протыкиваю шпажкой. Так просто удобнее и быстрее. Потому что когда пряничек остынет, он станет тверже. И его не так удобно проткнуть уже. Шпажку я убираю и потом буду ее уже вставлять перед подачей на тортик. Для глазури буду использовать 1 сырой яичный белок. И практически 200 грамм сахарной пудры. Иногда может уйти чуть-чуть меньше. Именно потому что я белок взбиваю, а не просто перемешиваю. Мне так кажется быстрее и удобней. Я делаю такую глазурь, туда наверное входит грамм 180 пудры и где-то со столовой ложку лимонного сока. Именно лимонный сок. Можно в принципе использовать и лимонную кислоту. Этой глазурью я буду и заливать, и делать контур. Для контура отправляю уже свою глазурь в кондитерский мешок. И делаю там маленькую дырочку. А сюда, если у вас глазурь еще сильно густая, можно добавить там капельку-капельку водички. Но лучше этого не делать. Так она не оставит у вас никаких пятен. Потому что с водичкой может пойти как серыми пятнами немножечко у вас заливочная глазурь. Делаю ободочек, отводя слегка-слегка носик корнетика где-то на полсантиметра для того, чтобы ровнее ложилась глазурь. И затем просто заливочной глазурью той же самой заливаю и распределяю глазурь шпажкой. Подталкиваю ее как бы к контуру. Контур должен у нас слегка прихватиться, достаточно буквально пяти минут. Пока я делаю контур другого пряника или третьего, уже можно первый заливать. И разравниваю. Постукиваю, потряхиваю, разравниваю. Есть два варианта приклеить вафельную картинку на пряник. Можно клеить ее сразу на пряник, сразу же на эту же глазурь. Либо на, допустим, декор-гель, после того, как у нас заливочная глазурь просохла на прянике. Небольшое количество глазури выкладываю на вафельную картинку и разравниваю кисточкой. После того, как вы приклеили такую картинку на пряник, пряник нужно перевернуть вверх ногами и положить его на какую-нибудь губку, а сверху что-нибудь такое, где-то грамм 200 веса, чтобы немножечко придавить саму картинку к прянику. Она у вас после этого хорошо пристанет. Пускай он так полежит минут 10 у вас, и будет у вас все хорошо, и не будет у вас отходить никакие края вот здесь вот. Еще один вариант, это уложить в глазурь, ой, в глазурь, картинку на мастику. Клеить ее можно просто на водку. Это самый простой и самый надежный вариант. Сама водка, алкоголь, испаряется, остается только липкий слой. Укладываем картинки на мастику. Мастику делаем максимально тонко. У меня здесь мастика из маршмеллоу. Накрываю салфеткой и прокатываю, слегка-слегка надавливая, для того, чтобы пристали все края нашей картинки к мастике. Единственный минус этого способа, что опять же нужно вырезать эти картинки. Если в предыдущем методе можно просто попереворачивать все наши прянички, положить их под небольшой пресс, и картинка у вас прекрасно пристанет, то здесь как бы нужно еще раз просто вырезать. Вы можете попробовать любой вариант, который вам понравится и подойдет, и будете ним пользоваться. Картинку можно перевернуть вверх ногами, для того, чтобы она не сгибалась. Либо перед наклейкой ее немножечко выгнуть. Но пускай она у вас полежит на мастике и станет капельку мягче, для того, чтобы так делать, чтобы она у вас не треснула. Вот так вот выгибаю ее. И можно приклеить либо опять же на декор гель, либо на глазурь. Вы видите, я буду клеить на глазурь. Так она надежно и хорошо пристанет. И клею ее просто на пряничек. Опять же, пряничек лучше положить вверх ногами или придавить, для того, чтобы края никуда у вас не отходили. Здесь просто более видно, что это картинка, а не рисуночек. И вот все, в принципе. Вот такие вот красивые прянички получаются. Допустим, здесь я клеила на сырую глазурь и утапливала картинку, для того, чтобы получить как бы выпуклость такую. В бутылке. Это один из самых простых дизайнов. Обязательно попробуйте. Готовится очень просто и украсит любой тортик, даже если вы абсолютно не кондитер. Дерзайте! С вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok